Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами Ольга Золотая. И сегодня я хочу обсудить с вами, как попросить правильно у начальства прибавку к зарплате. Ну, не секрет, что это очень щепетильный момент в жизни каждого работника, когда вы понимаете, что за ту зарплату, за какую вы работаете, это вас не устраивает. Вы не получаете удовольствия, и что-то у вас не стыкуется. И созревает один единственный момент – это пойти к начальнику и попросить о прибавке. Ну, вы начинаете мучиться, сомневаться, вам кажется, что он всегда скажет «нет». Как же сделать так, как преодолеть свои сомнения и как все-таки это сделать правильно? То есть прежде всего вы должны понимать, что попросить прибавку к зарплате – это целый проект. И относиться к этому надо как к проекту. То есть прежде всего вы должны собрать информацию. В каком состоянии сейчас находится ваша компания? Какие происходят в компании реконструкции, реорганизации? Какие происходят события? То есть если вы только что закончили проект какой-то, и у вас появились новые деньги, тогда это время, которое можно использовать для того, чтобы попросить о прибавке зарплаты. Далее лучше всего подобрать такой момент, когда у шефа хорошее настроение, и когда вы отличились, то есть прежде чем просить прибавку к зарплате, вам нужно совершить какой-то поступок, или закончить проект, или проявить какое-то усердие, то есть чтобы было за что, чтобы не возникало такого вопроса «а что это вдруг?», да? Чтобы явно вы могли потом аргументировать, почему вам нужна эта прибавка. Вы приходите к нему и начинаете с каких-то комплиментов. Вы его хвалите за то, какой он хороший руководитель, как много он вам дал, что под его началом вы выросли как специалист и так далее. И потом начинаете говорить о том, как вам необходимо расти дальше, и что для этого роста просто необходима прибавка к зарплате. И что вы сделали и это, и это, и пятое, и десятое. Вы должны доказать вашему шефу, что вы стоите этих денег. Они могут это «нет» развернуть в «да». Потому что люди когда говорят «нет, ты знаешь, сейчас не время, давай поговорим об этом позже». Ну вот еще с чего ты взял, что мы, так сказать, обладаем лишними средствами и так далее. То есть ваш начальник может быть просто не готов к этому разговору. Дайте ему время. Вы можете сказать «хорошо, я вернусь к этому вопросу через неделю». Или «хорошо, давайте через месяц мы с вами об этом поговорим. А за этот месяц я сделаю то-то, то-то и то-то». Но тогда что вы обещаете, вы обязательно должны выполнить. То есть вы должны понимать, что ваш начальник не всегда сам принимает решение в этом вопросе. Ему, возможно, нужно посоветоваться с другими компетентными органами. И он тоже должен доказать, почему вам должны выделить новые лишние средства. И когда вы учитываете все эти моменты, вы должны помнить самое главное. А главное в том, чтобы вы внутренне были уверены, что вы достойны той зарплаты, которую вы себе просите. Вы достойны той прибавки. И именно эта внутренняя уверенность, она создаст атмосферу, на которую ваше начальство ответит «да». Может быть не сразу, может быть постепенно, но вы получите эту сумму. Потому что вы как бы всеми вибрациями своими, вы звучите, вы как бы посылаете вселенную эту информацию, что я стою столько-то. Я знала очень многих людей, которые этого добивались. И я советую, чтобы это получилось и у вас. Главное, верьте, что вы этого достойны. Действуйте правильно, последовательно. И деньги всегда вас найдут. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова